Скейт давно перестал быть просто альтернативой пешему передвижению, а направление скейтбординга прочно вошло в жизнь и сферу интересов современной молодежи. Сегодня это не просто активный вид спорта, это целая субкультура, подчеркивающая креативность и индивидуальность человека. В парке Раздолье в День молодежи ловким райдером мог почувствовать себя любой желающий. На скейт-площадке в центральной части парка проходили различные мастер-классы по обучению скейтборду для отдыхающих всех возрастов. Сегодня у нас было несколько мастер-классов, задача которых не столько показать какие-то суперсложные штуки для тех людей, кто уже сильно катается, сколько была задача просто максимальное количество людей привлечь к спорту, показать им, насколько это весело. Для более продвинутых райдеров, обладателей собственных скейтов, организовали творческие мастер-классы по украшению и модернизации четырехколесных друзей. Мы сегодня проводили мастер-класс по клеению шкурки. Я рассказывал ребятам несколько лайфхаков, как можно побыстрее, покрасивее наклеить шкурку, чтобы их скейт выглядел красиво и запоминающийся. Скейт и трюковые самокаты, ходьба по канату, спортивные состязания и веселые игры на свежем воздухе. Любителям активного отдыха в День молодежи в раздолье было чем заняться. Тренеры спортивного социального проекта «Антистатика» проводили бесплатные занятия по экшн-спорту с юными учениками. Мы проводим эти тренировки для детей из приемных, малообеспеченных семей и других уязвимых семей. У нас занимаются ребята с инвалидностью и так далее. Это такой социальный проект с бесплатными тренировками. Современный и удобный скейт-парк в раздолье пользуется большой популярностью как у профессиональных спортсменов, так и у новичков. Площадка прекрасная, она очень необычная. Это прям совмещает скейт и природу. Это очень приятно. Очень все ухожено. Фигуры здесь не для сложного уровня катания, поэтому любому человеку будет здесь интересно. Даже тот, кто покатался год, покатался пять лет, все равно можно прекрасно провести время поделать новые трючки. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова